всем приветики когда-то давно я в китае покупал себе на алиэкспрессе такие вот фонарики для велосипеда для заднего вида для заднего освещения и получается сначала купил вот этот фонарик а через несколько месяцев вот этот фонарик и этот фонарик пришел в таком вот комплекте получается вот так вот он выглядит и с таким вот креплением крепление одевается таким вот образом по другому не оденешь он туда не улезет мешает здесь вот эта штучка одевается таким образом защелкивается и вешаете на велосипед эта штучка раскручивается одевается на велосипед и поджимается и она так вот висит и здесь можно переключать хотя здесь неудобно получается палец упирается в болт и нужно как-то так подлазить в общем неудобно реально если бы болтик поменьше палец получше залазил и здесь получается у нее есть семь режимов вот она выключена нажимаем кнопочку это вот включена первый режим второй мигает третий медленнее мигает четвертый такое вот переливание пятый в обратную сторону шестое такое тоже бегание светодиодами седьмой такое мерцание и все и по идее он должен быть водонепроницаемый потому что здесь типа резинка и ну по идее да изначально водонепроницаемый потому что здесь во первых резинка во вторых оно крепко так зажимается что его невозможно открыть приходится отверткой подковыривать он так ковырял что он наш поковыренная виден а теперь она видимо расковырялась и теперь просто легко пальцами снимается ну вот так вот выглядит и батарейки кстати с ним шли по моему потому что я не помню чтобы я сюда покупал батарейки тем более что в этом фонарике не такие же то есть я их покупал в разные месяцы и я бы не взял одинаковые батарейки потому что спустя несколько месяцев я по идее бы взял бы другие батарейки тем более что я даже такого названия толком и не знаю у нас по мне нет такого теле функен ну реально я такое название у нас даже не видел значит это просто я их давно покупал уже несколько лет назад только сейчас на них записываю обзор и я уже не помню но по моему это они шли в комплекте то есть это китайские батарейки вот так выглядят китайские батарейки и они надо сказать качественные потому что обычно батарейки когда вставлены made in prc не знаю что это обычно батарейки говорят если ты не используешь в устройстве долгое время их нужно вынимать чтобы они не разряжались а я не понимал они всегда здесь стояли и не разрядились они разряжались только тогда когда я пользовался а когда они стояли все нормально было не разряжались и и не вздулись даже бывает не бывает и вот батарейками не пользуешься они просто вставлены они разряжаются потом начинают вздуваться а эти и не вздулись и не разрядились с ними все хорошо ну так что Довольно-таки хорошие батарейки. Но это не наши. Я не видел у нас такой фирмы. Ни разу не видел. Всякие там эти Duracell там еще что-нибудь такое. Всякие там какие там еще есть. Даже не вспомню. Panasonic. А такого нет. Вот. Это первый фонарик. Но я им не пользовался. Мне он не нравится. Потому что он такой неудобный. Здесь кнопка такая неудобная. Плюс режимы. Это получается зачастую, когда оно на велике стоит неудобно пальцем куда-то подлазить. Здесь болт этот мешает. И здесь слишком много режимов. Пока их всех настрикаешь. Еще порой кнопка не слушается. Она так неудобно расположена. И порой ты вот стрикаешь. Иногда прострикаешь случайно. И ну вот получается он выключился. А ты случайно еще раз стригнул. Он включился. И тебе нужно опять заодно стригать. Короче неудобно. А вот этот фонарик реально покруче уже. Получается вот он тоже шел с таким креплением. Оно тоже по-моему с одной стороны не одевается с этой. А одевается с этой. То есть здесь не перепутаешь. Вот. Защелкивается и вешается на велик. Но это расстояние для моего велика плохо держится. Мне всегда приходит еще что подкладывать. Потому что я когда зажимаю полностью вот так вот полностью зажимаю оно все равно болтается. Приходится сюда еще слой чего-то подкладывать. Либо картонки либо бумаги намотать. Чтобы оно крепко держало. Хотя было бы хорошо такую вот резинку только потолще. Хотя да можно кстати я что-то не додумался до сих пор вырезать резинку. Я же могу у меня есть где вырезать просто потолще там на 2 миллиметра допустим. Тогда надо будет крепко держать. Вот. Ну и когда ну получается ты вот открываешь таким вот образом раскручиваешь ну потому что не седло уже снимать чтобы сверху одеть. Поэтому ты просто раскручиваешь открываешь что-то вот такое оно не лопается все нормально. Одеваешь на трубу на штырь подседельный и просто потом зажимаешь. Там кстати под гаечку такое чтобы она фиксировалась. И здесь такой болтик кстати удобно. Не то что тут нужно отвертками вот здесь вот. А здесь можно даже без отверток так просто здесь так сделано что оно хорошо зажмет. Вот здесь гайка прячется в свой разъем она там уже не шевелится а здесь просто хорошо так зажимается даже без отвертки. То есть крепление здесь уже удобнее просто что нужно оно слишком большое нужна резинка у меня подолще. Плюс сам фонарик тоже получше получается кнопки не где-то там где нужно пальцем подлазить а сверху вот ты нажал фонарик и лазер здесь есть вот он фонарик а здесь еще и лазер вот он лазер с одной стороны и с другой. Получается нажимаешь фонарик правда у меня здесь поломалось немножко. И для того чтобы треги достать не нужно разбирать получается сам корпус здесь ты весь корпус разбираешь а просто крышку снимаешь вот нажимаешь первый режим вот он светит второй режим мигает третий режим медленно мигает четвертый режим так вот переливается пятый режим в обратную сторону шестой режим так вот быстро седьмой режим в разные стороны медленно и все выключено тоже семь режимов но здесь проще что кнопка сверху и те легко переключает и просто раз 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 и все и лазер есть когда нажимаем мы нажимаем на лазер появляются две такие полосы то есть вот эти две штучки начинают светить вот это светит лазером и вот это тоже светит лазером и получаются такие полосы и естественно когда ты выше поднимаешь они становятся больше ну вот так вот они маленькие естественно но когда ты едешь оно же у тебя высоко стоит и за тобой целая вот такая вот линия и оно так хорошо видно прям реально особенно ночью типа ты едешь и твой велик отграничен такими двумя линиями как такая неоновая подсветка едешь и так прикольно смотрится вот хотя в темноте было бы получше сейчас попробую выключить свет показать как это все в темноте выглядит ну вот получается свет вокруг я выключил а вспышка на телефоне не выключается нужно восстанавливать запись и получается ну так вот ну уже поярче смотрится чем при свете хотя все эти мигалки зачем это все я просто вот юзаю использую вот такой вот режим просто включаю оно светится и ты поехал просто чтобы в темноте было видно что кто-то едет потому что если ты будешь ехать ну и и не будешь никак себя обозначать тебя могут сбить просто просто не увидеть тебя а так фонарик светится и все видят что ты едешь и уже будут объезжать тебя то есть это для твоей безопасности то есть я просто использую режим либо горит либо выключен все днем выключен вечером естественно горит поэтому я все это быстро перещелкаю и все здесь кстати удобно что оно сверху и легко перещелкивается ну и этот режим о сейчас уже получше видно кстати едешь и два таких лазера тебя отграничивает и ты вот поворачиваешь оно за тобой поворачивает типа прикольно это реально круто и красиво смотрится на самом деле так что вот этот фонарик мне очень нравится и у лазер 2 режима горит мигает выключен то есть включил мигалки я все не использую просто вот включил выключил здесь тоже включил и выключил все вот этот фонарик мне нравится так что из этих двух конечно вот этот получше это нужно сразу откинуть это ни о чем вот этот уже классный хотя наверное в текущий момент такие уже не продаются я вот лазил не видел такого то что я его давно покупал но там тоже есть много всяких вариантов крутых но такой мне мой довольно таки нравится даже до сих пор так что это мой фаворит такие вот два фонарика ну а на этом все всем пока до вам